Турецкий язык. Урок номер 17. Падежи. Исмин халери. В сегодняшнем уроке мы кратко рассмотрим падежи и падежные окончания в турецком языке. Далее уже подробней будут уроки по каждому падежу отдельно, со всеми нюансами и с примерами использования. А здесь мы познакомимся с основой. При изучении иностранных языков я руководствуюсь несколькими принципами. Первое главное правило. Хочешь изучать другой язык, изучай его по правилам грамматики этого языка. Не нужно изучать иностранный язык, пытаясь грамматику этого языка сунуть в грамматику родного тебе языка. Структура грамматики многих языков может существенно отличаться и не соответствовать. И таким образом ты только навредишь себе и пойдешь по неправильному пути. Конечно, для лучшего понимания можно делать сравнение, когда есть грамматические схожести. Но не нужно брать это за правило. Поэтому мы будем изучать падежи турецкого языка по грамматике турецкого языка. В турецком языке есть пять основных падежей. Первое. Основной падеж. Также есть три дополнительных падежа. Это падеж средства, васыта хали, притяжательный падеж, ильги хали и падеж равнения, эщетлик хали. О дополнительных падежах будут отдельные уроки и в данном уроке мы их рассматривать не будем. Давайте для примера несоответствия грамматики турецкого и русского языка приведем несколько наглядных примеров. Например, предложение Что переводится как В данном случае в турецком и в русском предложение местоимение Безе и нас это не эквивалент. Безе переводится как И если мы будем переводить дословно это предложение на русский язык, то у нас получится Учитель научил нам хорошим вещам, что будет грамматически неправильно. А если же мы будем использовать местоимение нас, которое переводится на турецкий язык как Безе, то у нас получится И это уже будет неправильно грамматически по-турецки. И как мы видим, здесь есть несоответствие в логике построения данных предложений. Смотрим другой пример О сана сорду Переводится как Он тебя спросил Но здесь точно так же местоимение сана это не эквивалент местоимения тебя Сана переводится как тебе И по-русски будет он тебе спросил Что будет звучать неграмотно А русское местоимение тебя переводится как сени Но тогда о сени сорду будет иметь другой смысл в турецком языке Вот возьмем русское предложение Эта книга написана Достоевски Мы хотим ее перевести на турецкий язык Мы смотрим падежи У нас есть такой падеж как васыта хали Падеж средства, который отвечает на вопросы Кем? Чем? С кем? Или с чем? Аффикс этого падежа ЛА и ЛЕ И на вопрос Эта книга написана кем? Вроде бы мы должны использовать этот аффикс И сказать Букитап Достоевский или Язылды Но тогда это будет дословно переводиться Как будто мы взяли Достоевского И им вместо карандаша пишем нашу книгу Что будет неправильно По-турецки будет правильно Букитап Достоевский Тарафундан Язылды Эта книга написана со стороны Достоевским Дословно, но по-русски грамотно Будет переводиться как Эта книга написана Достоевским Как видно из этих примеров Несоответствие падежей может сбить нас толку И у нас будут образовываться ненужные вопросы Поэтому мы будем изучать падежи по турецкой грамматике Одно из самых значимых различий Это то, что падежные аффиксы во многом зависят от глагола Который управляет словами Также в дальнейшем я планирую сделать уроки по глаголам И каким образом они управляют словами Какие глаголы используются в каких падежах А вообще со временем и практикой Автоматически привыкаешь использовать слова в определенном падеже В зависимости от глагола Ну давайте рассмотрим падежи Первый падеж, основной падеж Ялын-халь Ялын переводится как Обнаженный, одинокий или без ничего У этого падежа нет никаких окончаний В основном падеже слова отвечают на вопросы Ким, кто и не, что Например Ким, кто? Баба, папа, Ахмед Фирдевс Это имена мужское и женское Кызым, моя дочь Инсанларш Люди Докторун, твой доктор Как видите, в основном падеже слова могут также принимать Аффиксы множественного числа Личные аффиксы Аффиксы принадлежности И другие На вопрос не, что У нас могут быть такие слова Араба, машина Масса, стол Колем Ручка Кеди Кошка Эвин Мой дом Эвин Капусы Дверь Дома На вопрос, что Могут отвечать также изофеты Личные местоимения в основном падеже Бен Я Сен Ты О Он, она или оно Биз Мы Сиз Вы Он, наш Они Следующий падеж Это у нас определительный падеж Белертме Хали Определительный падеж указывает Или определяет Дополнение К которому присоединяется Аффикс Он определяет объект С которым Производится Действие Отвечает на вопросы Кими Кого Не Что Нери Какое место Имеет 4 вида аффикса По малой гармонии гласных И И У Или У Правило у нас такое Если слово заканчивается на согласную Мы присоединяем аффиксы И И У Или У Если слово заканчивается на гласную Мы К этим аффиксам добавляем Соединительную частицу Е И получаем Аффиксы Е Е Ю Ю И если у нас Изофет То мы Используем Аффиксы Соединительной частицей НЕ И получаем Аффиксы НЫ НИ НУ И НЮ Давайте посмотрим Примеры Кими Кого Кадыны Женщину Махмуту Махмута Здесь у нас Имя собственное Поэтому Аффикс добавляем Через апостроф И Несмотря на то Что Махмут Заканчивается на Глухую Согласную Т У нас не идет Озвончение на букву Д Так как это Имя собственное Айшеи Айше Оулуму Моего сына Эркектери Мужчин Кардэшини Твоего Брата Или Слова Которые отвечают На вопрос НЕИ Что Окулу Школу Китабы Книгу Здесь слово Китаб И озвончение Буквы П На букву Б Китабы Торбаи Мешок Заканчивается на гласную Поэтому Аффикс И Соединительная частица Е Изюмю Виноград Элеми Мою руку И Внимание У нас идет Изофет Араба Анахтары Ключ Машины Так как это Изофет Мы к нему Добавляем Аффикс Соединительной Частицей НЕ Аффикс НЫ И получаем Араба Анахтары НЫ Ключ Машины Личные местоимения В определительном Падеже Бени Меня Сени Тебя Ону Его Ее Бези Нас Сизи Вас Онлары Их Как видите К местоимениям Также присоединяются Аффиксы Определительного Падежа Следующий Падеж Направительный Падеж Йонель Мехали Направительный Падеж Используется Для выражения Направления Движения Или Действия Отвечает На вопросы Киме Кому Нее Чему Нере Куда Имеет Два варианта Аффикса По большой гармонии Гласных Это А Или Э Если последний Слог слова Заканчивается На твердые Гласные А Ы О Или У То Аффикс А Если на мягкие Гласные Э И Ё Или Ы То Аффикс Э Если слово Заканчивается На согласные Мы используем Аффиксы А Э Если слово Заканчивается На гласные Мы используем К аффиксу Еще добавляем Соединительную Частицу Я И получаем Аффиксы Я Е Если же У нас Изофет Добавляем Соединительную Примеры. На вопрос «Киме? Кому?» «Эйретьмене? Учителю». «Эйренджие? Ученику». «Мустафа? Я? Мустафе». «Аркадашима? Моему другу». «Адамлара? Людям». «Эщиме? Моей жене». На вопрос «Нее? Чему?» или «Нере? Куда?» Примеры. «Пазара? На базар». «Мюзее? В музей». «Кёпее? Собаке?» Здесь слово «Кёпеки? Собака». Буква «Ке» последняя озвончается на букву «Юмуша? Ге». «Получаем Кёпее? Чему? Собаке?» «Куша? Птице? Сыныфыма? Моему классу? Я так, ода сына?» Здесь у нас изофит «Я так, ода сы?» «Спальная комната? Я так, ода сына?» «Спальную комнату». Личные местоимения в направительном падеже. «Бана? Мне? Сана? Тебе? Она? Ему или Ей? Бизе? Нам? Сизе? Вам? Онлара? Им?» Следующий падеж у нас «Местный падеж» или «Булунма Хали». Мы его уже в предыдущих, во многих уроках видели, встречали, но еще раз повторим. «Местный падеж» указывает на место или время действия. Отвечает на вопросы «Ким де? У кого? Нере де? Где? Незаман? Когда?» Имеет два варианта аффиксов. После твердых гласных «а, у, о и у» имеет аффикс «да» или «та». И если заканчивается на мягкие гласные «э, и, 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 ию», то имеет аффикс «де» или «те». Если слово заканчивается на звонкую согласную, мы используем аффиксы «да» или «де», если на глухую, то «та» или «те». Если же у нас изофет, то соединительной частицей «не» и получаем «нда» и «нде». Например, на вопрос «У кого? Ким де?» Деде де – у деда. Кадын да – у женщины. Зейнеп де – у зейнеп. Достум да – у моего друга. Чочек ларда – у детей. Анян де – у твоей мамы. На вопрос «нере де?» Джузданым да – в моем кошельке. И мармара де низинде – здесь у нас изофет «мармара де низи», поэтому используем аффикс с соединительной частицей «не». Получаем «мармара де низинде» в мраморном море. Также на вопрос «незаман когда?» могут быть слова, например, «хазиранда» в июне, «маиста» в мае. Таким образом мы тоже можем использовать. Личные местоимения в местном падеже «бен де» у меня, «сен де» у тебя, «он да» – у него, «у нее», «безде» – у нас, «сезде» – у вас, «он ларда» – у них. Следующий падеж – исходный падеж «айрлма хали». Исходный падеж выражает исходный пункт движения или действия. Отвечает на вопросы «ким ден?» – «от кого?», «нере ден?» – «откуда?» или «ней ден?» – «отчего?». Имеет также два варианта аффиксов по гармонии гласных. Если твердые гласные «а», «ы», «о» или «у» в последнем слоге, то у нас аффикс «дан» или «тан». Если мягкие гласные «эй», «и», «ы» и «ю», то аффикс «ден» или «тен». Если кончается на звонкую согласную, то мы используем аффиксы «дан» или «ден». Если на глухую согласную «тан» или «тен», и если у нас «изофет», то вместе с соединительной частицей у нас аффиксы «ндан» и «нден». Например, «ким ден?» – «от кого?», «амджадан» – «от дяди», «тейзеден» – «от тети», «седаттан» – «от седата», «кызымдан» – «от моей дочери», «тюрклерден» – «от турков», «бебейнден» – «от твоего ребенка». На вопросы «нереден» – «откуда?», «дуардан» – «от стены», «бардактан» – «от стакана» или «из стакана», «мектуктан» – «из письма», «асландан» – «от льва», «эвимден» – «из моего дома». «Вилланын чатысын дан» – «вилланын чатысы» – «крыша», «виллы» – это изофет, поэтому используем аффикс соединительной частицей «не» и получаем «вилланын чатысын дан» – «с крыши виллы». Личное местоимение в исходном падеже «бенден» – «от меня», «сенден» – «от тебя», «он дан» – «от него» или «от нее», «безден» – «от нас», «сизден» – «от вас», «он нардан» – «от них». На этом урок закончен. В следующих уроках мы будем подробно изучать каждый падеж отдельно. Спасибо за внимание. До скорых встреч!